Связался Артстайл, предложил вместе попробовать сформулировать состав на оставшийся сезон. Подбирали игроков, то что организация называется Экстрему, вот узнал на днях. Так что да, вот так вот я оказался в Экстрему. Ну, мы вместе с ним играли давным-давно, в 2012 году в Даррор команде. Ну, на тот момент мы были с ним игрок и игрок, а сейчас будут отношения тренера и игрок. Нет, ну, наверное, мы оба чувствуем, что у нас есть какие-то фундаментальные знания в целом за эти годы, которые, так сказать, сформулировались и окрепли, которые мы уже на постоянной основе применяем. Они не обязательно прям самые актуальные, да, но в целом, да, мы оба опытные игрока. И возвращаясь про нашу связь, ну, мы довольно, наверное, хорошо общались, когда мы играли в одном коллективе. Но, я думаю, все игроки, которые вместе играют продолжительное время, так или иначе, обрастают какой-то там духовной связью друг с другом. Ну, на дне рождения и свадьбе я его не был, дома у него я тоже не был. Но пищу за одним столом мы делили, ночлег делили, да, так что есть опыт. Ну, безусловно, время от времени что-то вспоминаем. Ну, нам уже под 50 обоим, большая часть жизни уже прошла. И, конечно же, ну, вряд ли что-то новое будет в жизни, что будет реально крутое. И, ну, действительно, такое, а так вот молодым рассказать, вот как мы там воевали в свое время. Какие-то приколюхи, движухи были. Во времена, когда киберспорт еще не был так развит, когда все это больше было на энтузиазме. Разумеется, отели мы заранее не бронировали. Ну, и из-за этого очень много жизненных историй, как довольно-таки юные и в чем-то глупые по жизни детишки, да, пытаются там попасть на киберспортивные турниры и в каком-то быту. Ну, безусловно, у всех есть такие истории. Это как общага дотеров, общага дотеров. Мне кажется, сейчас не очень важно, одинаковая ли у людей мотивация. И что одна какая-то идеология или убеждения, они сильнее, важнее других. Если деньги дают человеку этот заряд играть и развиваться, и быть лучшим, почему нет? Если там слава, то дай бог. Главное, чтобы эта самая мотивация не мешала коллективу развиваться. Если с этим все хорошо, то абсолютно все равно, чем человек движим сейчас, как мне кажется. Но раньше, безусловно, если тебе не нравилось играть, не нравилось соревноваться, то ты надолго в киберспорте не задерживался, потому что таких вещей, как денег, не было. Большой славы там тоже не было. Очень много примеров у меня есть прекрасных и талантливых на то время игроков, которые просто в дальнейшем не продолжили свои карьеры, а пошли куда-то, где они могут делать деньги. Здесь сейчас, к примеру, покер или дальнейшее образование. Сейчас, конечно же, все больше и больше разных людей с разными идеологиями играют в игры. Это, наверное, прикольно. Ну, под 50 конфликтов вообще с кем-то становится мало. Может быть, можно сейчас увидеть двух горящих ребят по 18 лет. Один, который хочет много заработать денег, а другой любит игру, и они будут философствовать на тему, что круче. Но по факту и то, и то имеет место быть. Безусловно, здорово любить игру. И, безусловно, здорово иметь планы на свою жизнь. Ничего такого не имею. Ну, у нас пока что не возникает каких-либо проблем. Но нужно понимать, что мы относительно недавно все собрались. К тому же для Вани роль тренера она не новая. Он уже был тренером в 2016-2017 году в Virtus.pro. И это действительно можно назвать очень успешный период становления команды. Ну, и как мне кажется, если уж выделять какие-либо качества тренеров, то Ваня, наверное, самый сильный в плане именно становления команды. Все же у него больше всего с этим опыта. И плюс он действительно человек, вокруг которого приятно находиться. Он делает так, что люди заинтересованы быть рядом с ним и вместе с ним. Поэтому, да, в этом плане он невероятно крут. Да, соло-комнаты у меня не было уже лет 37, получается. 38 будет. Да, это у нас, наверное, первая моя соло-комната на буткемпе. Ну, именно в коттеджном доме. Бывали, конечно, соло-комнаты в отелях, но мы будем брать вот именно коттеджи. Так, хороший коттедж. Нужно понимать, что если ты самостоятельно не делаешь планировку дри буткемпов, вообще подобрать удачный дом довольно-таки сложно, потому что мало кому в голову приходит, давай-ка я буду жить в доме, который потом буду сдавать под буткемпы. Так что, ну, здорово. Вот игровая, она очень большая. В доме довольно-таки много места. Есть так называемая чил-зона, есть кухня, есть соло-комнаты, есть призраки. Ну, она там, где я должна быть, она живет в моей комнате. А так, ну, скребутся кто-то постоянно в потолках, в стенах. Не мыши, но когти есть, но их не видно. Скорее всего, призраки. Ну, так непонятно, ну, довольно прикольная, так сказать, получилась командная стори, что ли, что вот-вот есть дом и есть фотография куклы в рамке. Довольно странно, да, фотографировать куклу и ставить ее в рамку. И что там много детских, а дети в этом доме никогда не жили. И очень странно, что решетки, они... На окнах? Да, с других стороны. И также двери, они закрываются почему-то, ну, не изнутри, а снаружи. Ну, если не напрягаться по этому поводу, то отличный паткемп. У меня есть там письменный стол. Я на нем не пишу, но на нем пишет постоянно кто-то, когда я сплю. Ну, в этом же будет тур по комнатам. И вот когда там будет ступеньками, вот там шкафчик, вот там письменный стол, это, да, там можно и пописать. Как я думал, будет комфортно тем, что у тебя будет личное пространство. Если кто-то, так сказать, похрапывает по ночам, ворочится. Может быть, просто ходит или ругается. Ну, всякое бывает. Лунатизм, я такими страдаю. Ну, я правда похрапываю. И когда есть фаза Луны, когда у меня чуткий сон, мне очень сложно так вот засыпать. Но это я думал до того, как побыл в доме с привидениями. А так, конечно, соло-комната не самый удачный выбор, когда кто-то скребется. Лучше знать, что ты будешь вторым, если что. Или, может, проснешься от крика кого-то и можешь выбежать, если дверь не закрыта с другой стороны. Ну, мы просим тот, кто встает ночью в туалет, чтобы проверяли, ну, закрыли бы дверь или нет. Открывать, если что, дверь надо. Нет, это, наверное, первая в истории киберспорта, буткемп в Петербурге. Вообще не знаю, когда-либо был ли буткемп в Петербурге. Мне кажется, это все время был миф, что в Петербурге тоже можно делать буткемп. Казалось, вот в любую киберспортивную команду ты попадаешь, и они такие, у нас нет буткемпа, но мы в Москве что-нибудь подыщем. Даже если у них офис в Саратове. Они все равно все же подыщат в Москве. А тут, оказывается, и в Петербурге, в нашем муравейнике, можно тоже подыскать буткемп. И это приятно. Мне очень удобно. Но и в целом город Петербург, он прекрасный, если не брать за то, что у нас врата ужасная. У нас в целом прекрасный город, и есть и новомодные новостройки с планировками модными. Есть и прекрасный центр города, маленькие домики, все это все очень круто, архитектурно, артхаусно. Просто кладезь вдохновения этот город. Так что это прекрасный выбор для буткемпа, особенно учитывая то, что я живу здесь. Ну, Влад, он парень такой немаленький. И, казалось, вначале будет проблема интересов на кухне. Но он просто ест свою порцию. Поэтому проблем с ним нет. Мы с ним относительно много играли матчмейкинг вместе на буткемпе. Отлично проводим время. Он, мне кажется, очень практически самый способный из нашего коллектива для выживания на улице. У него очень подвешен язык. И он выглядит очень внушающе. Внушает доверие. Вот на него смотришь и понимаешь, да, он вряд ли врет. Или да, он прав. Так что это Влад. Есть Федя. Я с ним уже играл. Знаю, что он тоже соблюдает правила этикета негласные. Да, мы с ним уживали льдо и, скорее всего, будем уживаться вместе позже. Есть Малик. Прекрасный легионер из соседней дружественной страны. Он пока что ведет себя довольно относительно тихо. Но, мне кажется, истории Малика самые жизненные и веселые. Прекрасно с ним проводим время. Егор остался. Егор тоже парень выглядит внушительно. Но тоже, как ни странно, нету обжора у нас. Вот нету обжора. Всем хватает еды. Вам, наверное, интересно про Доту, да? Как мы в Доте. А вот сложно пока разобраться. Потому что, как говорится, коллектив новый. И, как мне кажется, абсолютно нормально. Когда коллектив в целом, как команда, играет плохо. Индивидуально, чтобы люди тоже играли плохо. Потому что лучше тонуть вместе с кораблем, чем быть тем самым красавчиком, который будет стоять на тонувшем корабле и кричать, смотрите, я не тону, у меня все хорошо. Потому что, как правило, в Доте все же, если большинство или все играют плохо, ну, вы, вряд ли, побеждаете. И даже если кто-то будет и сиять, и его перформанс будет явно выделяться, скорее всего, к результатам это не приведет. А самое важное все же результаты. Если бы можно было бы играть в сказку, да, где один прекрасно играет, четверо ничего не делают, и это победа, то, ну, безусловно, такое место имеет быть. Но сейчас, наверное, к лучшему, что Дота все же доросла до уровня, где каждый индивидуальный член команды вносит свои условные 20% импакта. И это необходимо. Поэтому о наших результатах, о нашем перформансе, о том, как вообще в целом мы играем, ну, наверное, можно будет говорить уже на дистанции, когда мы будем ставить перед собой определенные задачи и пытаться их выполнять. Потому что на данный момент, ну, вот вышел патч, до патча мы какое-то время поиграли кланвары буквально дней 5, но мы даже не сказать, что успели наладить какую-то правильную коммуникацию. Потому что все же даже какие-то условные обозначения или приоритеты, которые мы могли поставить, они могли быть начисто стерты и не нужны в следующем патче. Потому что все же в Доте, хоть это и одно и то же поле, но оно почему-то всегда расширяется, и играешь то то квадратным, то овальным, то круглым мячиком. И у всех с разными формами, у всех свои есть слабости в разных формах. Поэтому, да, вот это мы. Я, кстати, тоже соблюдаю правила этикета на кухне. Наверное, это нормально, что со временем люди устают друг от друга и, наверное, хуже воспринимают критику. И в целом, так сказать, лицо тиммейта иногда видеть лишний раз сложно, потому что насколько вы уж часто вместе находитесь. Но если смотреть это все с профессиональной точки зрения, при этом все же использовать ресурсы, которые имеются для того, чтобы, так сказать, сглаживать эффект этого долгопривания, например, отдельные комнаты или вот вы были на буткемпе, вот вы разъехались и не общаетесь. То есть перерыв от общения, безусловно, стоит брать. Риск то, что наша совместная игра продолжительная может, так сказать, пойти в минус, но, безусловно, присутствует. Но это можно, наверное, сказать так обо всем. Будь у кого-то идеальная форма, как создавать коллективы, он бы ей не поделился. И мне тоже никто по секрету ничего не сказал. Поэтому осознанный риск, наверное, да. Не начинать полностью все с чистого листа, а все же иметь какой-то уже имеющийся connection друг с другом между отдельными игроками. Ну, когда ты долго играешь вместе с тиммейтом, ты знаешь его привычки, вы вместе прошли через определенные, если и не жизненные моменты, то и игровые моменты, следовательно. Вам легче находить и понимать точки соприкосновения, потому что вы лучше понимаете, что имеет в виду ваш тиммейт, с которым вы уже долгое время играли. Потому что все же мы все говорим на одном языке, на русском. Но все мы прошли разную школу жизни, разные школы, разные у нас образования. И одно и то же слово «собака», возможно, пять людей могут интерпретировать по-разному в определенных условиях. Ну, как бы это там бредово не звучало. Очень распространенная ошибка, что люди просто не понимая друг друга спорят. Хотя в целом они оба имеют в виду примерно одно и то же. Просто все это во форсформировки. И, безусловно, то, что мы играли вместе, мы гораздо лучше решаем такие вопросы. Плюс, так или иначе, так как мы вместе играли, у нас похожие взгляды на то, как в целом играть в доту. Они могут не во всем разделяться. Но у нас точно были найдены точки соприкосновения, так как мы же побеждали какие-то игры. Значит, у нас накапливался так называемый позитивный фидбэк от этой игры вместе. И его всегда можно использовать. Да, я думаю, тут все собрались в доту играть. На этапе становления команды мы точно старались брать людей, которые хотят играть сейчас, а не пытаться со временем, так сказать, направить их на правильный путь. Возлюби доту, возлюби командную игру или еще что-то. Ну, вроде все ребята, если не все одинаково опытные, но так или иначе, у всех есть опыт компетитива. И все желают уделять время игре. Доказательство этого как минимум тому, что все сейчас пять находятся на буткемпе. Значит, готовы жертвовать личным комфортом и своим временем для того, чтобы вместе постараться чего-то добиться. Субтитры создавал DimaTorzok